всем привет давно очень давно не заходила прямой эфир про мне кажется миллион лет вот решила зайти в прямой эфир поболтать с вами отвечать на вопросы какие-то если они есть вот ну и вообще не знаю с вами новыми эмоциями от того что я потихонечку начинаю узнавать в психологии вот потому что я проходила как я говорила проходила мастер-класс от нашего вуза организовывали мастер-класс по телесно-ориентированной терапии и знаете это очень интересно меня это прям вообще очень вдохновило я поняла что наверное именно эту тему мне было бы интересно раскрывать психологии потому что психологии очень большое количество методов вот еще интересно конечно гештальт но про гештальт я не так много знаю и наверное стоит хотя бы один раз что-нибудь начать читать и я уверена что эта тема меня очень сильно как-то завлечет вот такой про мастер-класс если интересно могу в двух словах рассказать что мы там делали вот что лично для меня было интересно вот я надеюсь что вам интересно потому что просто тупую болтовню про меня наверное нет смысла вещать вот поэтому если меня хорошо слышно хорошо видно ставьте плюсики и я потихонечку начну рассказывать я думаю что я быстро справлюсь я надеюсь никого не раздражают эти уши 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 то что я уже смыла косметику и прямо кстати мне рядом тут гречичный чай все по правилам так ну ладно давайте наверное я в двух словах расскажу вот в общем с самого начала как бы я пришла на мастер-класс и вообще на самом деле так как-то это было на самом деле не хочу уж убирать извините просто в этой маске есть косметика хотя бы какая-то вот и я не хочу просто я себя буду неуверенно чувствовать лучше будет так вот ну так вот значит было небольшое количество скептизма потому что я говорю мы приехали на практику в центр преодоления это реабилитационный центр для людей со спинальными травмами там очень много колясочников вот у нас в том семестре была практика в этом центре в этом семестре тоже и нас направили на этот мастер-класс я сначала вообще думала не ехать потому что это очень далеко находится ну сели нас посадили на матом и сидели на полу и и тут девушка начинает рассказывать про этот метод начинает рассказывать про автора про лоуина очень интересно кстати кому интересно тоже можете почитать его книжки я уже начала читать одну депрессии тело вот по-моему так она называется в общем очень интересно даже начало и значит кстати вот эти вот типы типы характера и питания которые я начала выкладывать вот сегодня я шизой шизоидный тип рассматривала это как раз вот типология половину вот но в общем про мастер-класс мы значит сначала сидели просто разговаривали знакомились потом она говорит ну давайте попробуем на ваш она начала рассказывать что например вот здесь вот если горб да там небольшой то это значит что человек с чем-то ну как бы это значит что возможно человек самого детства препятствовал каким-то то есть ему хотелось кого-то ударить или напасть да вот то есть вот это вот нападение на человека вот но постоянно что-то его останавливал да например если это нападки на старшего брат соответственно ну как бы понятное дело что этот старший брат мог ответить поэтому вот эти вот нападки как бы постоянно были совершены но не закончена с действия и в итоге вот так вот и осталось и ну потихоньку потихоньку такой человек ходил вот например сексуальная энергия да то есть там приходит женщина говорит так и так и не могу достичь оргазма по физиологии все нормально ну и там вот объясняется это тем что там в начале в самом например были какие-то травмы до боли и так далее именно психологические которые повлияли в дальнейшем на это его человек например таз втягивает то есть постарается по всячески старался в детстве скрывать эту сексуальность вот потому что родители например пресекали как ты или в принципе общественность и в дальнейшем как бы тело сказал окей ладно как бы давай ты не будешь постоянно контролировать я сделал все за тебя давай оставим на этом вот ну на этом именно на этом все и остановим вот то есть ну как бы втягиваем втягиваем таз так и оставляем вот вот эта тема мне тоже понравилось то есть в принципе как я понимаю вот люди которые занимаются телесно-ориентированной терапии они будут могут по по внешнему виду уже более-менее там что-то для себя понять вот потом в общем было такое задание мы должны быть то что я рассказывала кстати в посте но многие не прочитали вот то что я вернее как она сначала нам сказал начните вот здесь вот массировать вот вот тут вот 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 эти вот мышцы да и попробуйте что-нибудь издать какой-то звук вот мы все сидели это реально больно вот если вы сейчас попробуйте так сделать вот 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 здесь вот начните вот так вот сильно-сильно надавливать вот она говорит попробуйте издать какой-то звук вы можете кстати сидя дома попробуйте издать такой звук вот ну и тишина полная гробовая тишина была в аудитории я так знаете чуть-чуть так что-то там это я старалась конечно же потише это все делать вот но и она говорит вот как раз про что я и говорила очень на многих давит именно вот эта общественность да то что стыдно получается мы делаем себе больно нам больно мы вот вот этот вот крик то есть желание показать что нам больно мы скрываем вот потом она попросила нас взять рукой вот так вот к шее вот начать дышать и когда я дышал я почувствовал удушение хотя на самом деле это я сама себя держала за горло и в принципе ну какое может быть удушение вот кстати кто попробовал сделать вот эту и значит когда я вот так вот прикоснулась я поняла что у меня какое-то ощущение удушения есть я сказала что мне кажется что у меня душа то что мне не хватает воздуха мне кажется что я угри вспомнила как детстве нас детском садике накрывали подушку тихо в тихий час если мы не могли уснуть вот на она сказала давайте проработаем это если вы хотите я вышла знать что-то нового вот в центр нашей аудитории вот и она говорит прицелу немножко приспустить колени надо было ну а про расслабить вот и начинается на разговаривать прорабатывать говорит что вот там расскажи как это было расскажи что ты чувствовала а ты думаешь что это нормально вот и я рассказывал я начинал улыбаться что-то отшучиваться говорить что да это нормально мне кажется со многими так поступают вот а потом да мы решили спросить о всех присутствующих все присутствующие тоже высказались вот ну не все как бы кто хотел потом она потрогала меня кстати на не трогала говорила что вот и такая сильная потом вы здоров потом она положила передо мной два мата таких толстых держала их и говорит ты сейчас заводишь вот так вот руки бьешь а маты и в этот момент произносишь то что ты хотела сказать будет воспитательница вот я начала бить первый раз ударила что-то крикнул второй раз ударила что-то крикнул третий раз дарила что-то крикнула и когда я крикнула мы же дети я повернулась и просто у меня градом начали капать слезы я просто жутко начала плакать вот она мне начала обнимать успокаивать и реально это вообще было потрясающе вот очень интересная такая практика поэтому я села и мне сказали что в принципе очень многие стали плакать почему-то из того что я плакал ну кто-то видимо проецировал какие-то моменты на свою жизнь вот так что вот так вот видите как моя психика она моя психика всю жизнь ставила барьер на вот эту тему потому что как бы видимо мне как ребенку было проще с этим свыкнуться и защитить себя тем что это нормально и со всеми так делают нежели просто как бы и не рассказывала маме не рассказывал никому в садике то есть я никому об этом не рассказывала а воспитательницы день ото дня и продолжали это делать вот так вот потом что еще что еще но это вот касательно вот этого опыта что-то еще я хотела рассказать вам по поводу всем здравствуйте вновь прибывшие вот я тут рассказываю про тренинг которая проходила по телесно-ориентированной терапии вот потом я значит решила залезть на этот но в youtube уже дома начала смотреть всякие видео на наткнулась на школу телесно-ориентированной терапии к сожалению она находится в новосибирске почему я не знаю и вот этот психолог который занимается главным это константин лещенко дещенко как-то так в общем он находится там же я бы очень хотела к нему лично попасть на прием прям очень вот его нашла вконтакте спросила принимает ли он по skype он сказал да и я понимаю что наверное это глупо потому что телесно-ориентированной терапии предполагает работу с телом вот а как он это будет делать по skype мне непонятно вот я даже немножко разочаровалась но я не знаю вот значит это касательно касательно вот этого мастер-класса да еще хотела рассказать ну так вот и вот видео которое я вам выкладывала ты то что ты ешь обязательно посмотрите точно интересное видео два с половиной часа идет поверьте вы можете это разбить на несколько дней но я вот например смотрел пока мне маникюр делали потом я смотрела в метро какую-то часть а нет не в метро в маршрутке какую-то часть дома досматривала пока мыла посуду это реально очень интересно я очень многое для себя как-то выявила про свою жизнь про свое отношение с едой и кому интересно кому интересно немножко хотя бы разобраться в этой теме то я прямо советую ты то что ты ешь вот школа телесной терапии я не знаю но забейте в ютубе или можете мне написать я скину ссылочку потому что мне ссылка осталась вот очень интересно он очень интересно рассказывает про он рассказ про типа вот это почему 600 шизоидный тип да почему он так ну почему изначально вот это шизоидный тип отдельно выделяют потому что ну как там всего пять типов характера вот и один из типов это как раз шизоидный так вот шизоидный как он относится к идее почему он так относится потому что ну вообще как бы понятное дело что дам типа характера не может мы не можем себя идентифицировать с одним типом характера в любом случае это смешанные вот но один будет превалировать как правило или может быть два вот и если мы рассматриваем например шизоидный типа то скорее всего там на этапе того как мама была беременная она могла как-то понервничать еще что-то возможно ребенок был нежеланный и в этот момент когда вот эти вот были спазмы и страхи мама ребенок перестал себя идентифицировать с этой матерью и он просто начал отвергать ее вот и при рождении он мог отказываться от груди он мог ну как бы вот ему в принципе по барабану на маму вот но понятное дело что там заслуживает будет заслуживать ее любовь да но в принципе как то вот так же у него отношения с едой то есть но многие психологи которые занимаются пищевым поведением они говорят что как правило у человека отношения с мамой проецирует на отношения с едой то есть если это например мужчина который постоянно пытается кого-то накормить готовит постоянно то есть него идет определенного рода конкурентность с мамой это агрессия на маму вот то есть он хочет показать что я лучше я вот я мамы и вот я хочу всех накормить вот я такая вот мама вот ну в общем посмотрите видео это очень интересно я реально но открыла на многое глаза и поняла что вау это реально так вот но такой про шизоидный тип да и там вот рассказывает действительно есть люди которые но они не понимают вкусы еды то есть они съедят шоколадку но им все равно они могут съесть торт они могут съесть там гамбургер они могут съесть картошку они могут есть просто или килограмм гречки для них в принципе впадлу вот реально впадлу есть то есть они расстроены тем сам тем тем что вообще нужно питаться вот то есть для них лучше было бы если бы им как-то куда-то вставили например какой-нибудь шланг с питательными веществами и вот так вот они его существовали вот то есть ну вот реально это очень интересно этому советую вот что еще так дарина я разговариваю про видео это школа телесной терапии у юмор ты то что ты ешь если надо скину ссылку сейчас эту редко достану вот здесь надо скину ссылку очень интересное видео девочки не помню лектора помню что его зовут константин но точное имя я конечно могу посмотреть в общем у меня в контакте он есть теперь я его написала и теперь у меня в контакте есть вот так вы я смогу я честно говоря шоке и слезы ворочатся вы знаете я реально вот свои 27 лет я действительно думала что это абсолютно нормально я действительно думала что абсолютно всех детей в детстве накрывали подушками если они не засыпали вообще то есть мне даже в мыслях не было что это могло быть какое-то насилие от наших воспитателей хотя на самом деле это так вот и когда маме рассказала мама вообще в шоке была она говорит боже мой как же так а мы еще к ним ходили вот осень из нее что пью но это горечичный чай это моя любовь вот так значит что еще хотела вам рассказать про отношения мамы и дым будет что еще что еще вот еще а еще 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 кстати если есть какие-то вопросы задавайте я с радостью поговорю с вами отвечу тем более не так много зрителей и мне будет интересно с вами пообщаться вот еще еще какие а еще есть оральный тип вот вот они прямо любят еду любят сладенькое что-то такое прям вот красивое им очень важно подача то есть если вам встретился мужчина орального типа то все вы знаете что это вот как раз будет лежать через холодильник это точно тоже тоже очень интересно вот я например поняла что я не врать неврастейник по моему одну превалирует вот это потому что у меня с детства какие-то такие отношения особые с едой потому что в детстве я вообще очень много продуктов не ел то есть у меня было видим вот как раз про то что говорит константин у меня была вот как раз вот это вот конкуренция с мамой вот есть анальный тип ладно так сейчас если мама заставляет есть во взрослом возрасте это как ну вот как как объясняет вот этот константин да то есть если в принципе женщина заставляет есть то это как раз вот это вот давление это как раз вот это вот но она пытается хотя бы как-то проявить любовь вот то есть вот ну вот я говорю посмотрите это видео конечно мы не берем суть когда там извините девушки там 25 лет да она взрослая уже девушка но тем не менее она там весит 40 килограмм конечно там не только мама захочет ее накормить вот то есть тут надо тоже понимать что если девушка и так нормального телосложения и мама еще постоянно пытаются ее накормить то это уже конечно маме не хватает того что она дает вот вот этой любви так как жить если ты похудеть же а сложно но тут надо искать вот именно что вот в оральном типе да это все того что вы получаете огромное удовольствие именно от еды вот необходимо как-то но они не нажираются то есть им главное эстетика вкус но они вот не нажираются ниже нажираются от не в растеннике как раз по моему посмотрите в общем видео реально очень интересно потому что я говорю я посмотрел его один раз и к сожалению его не законспектировала я даже не смогу вот так вам вот так вот рассказать в двух словах точно вот чтобы не ошибаться единственное я помню что например когда девочка то есть вот если мы берем то есть почему говорят что отношение именно с мамой потому что когда девочка вырастает да то есть там ей лет семь или пять вот и тут она такая подходит к плите и начинает готовить из пластилина например да вот и вот она пытается готовить из пластилина приносит этот великолепный торт папе и папа такой говорит боже какая вкуснотища вот а мама в это время которая готовила из нормальной еды который пытался угодить мужа своему да она уже за последние там последние несколько десятков лет не слышала ничего доброго а из своей еды и конечно в этот момент как бы в конкуренции выигрывает дочка и вот эта вот конкуренция она продолжается очень долго и поэтому например лет с десяти до как бы девочка начинает отрицать то что ей дает мама вот то есть это начинается как бы ты не знаешь как меня кормить поэтому начинают всевозможные диеты всевозможные диеты всевозможные самостоятельные какие-то ограничения в еде вот то есть показать что все вот я теперь такая я теперь сама хочу питаться ты не знаешь как меня нужно кормить вот идет такая вот здоровая конкуренция двух женщин вот потому что есть ну как вы понимаете две женщины на кухне в принципе это невозможно вот мужчины могут разделить пространство в доме женщины нет вот то есть если женщина одна приготовит что-то вторая приготовит то же самое то идет явная конкуренция мужики спокойно господи да мои креветки вкуснее другой горит да мои вкуснее и все как бы если там я не знаю я похвалю другого мужика за креветки то другое не обидится вот у женщин немножко по-другому вот и вы сами наверняка замечали что если муж похвалит например мамины котлетки на следующий день ты изруешь весь интернет найдешь рецепт самых вкусных котлеток на поваренка точка ру приготовишь и только попробует это сволочь сказать что при кредите господи котлетки были невкусные понимаете то есть это действительно так и я сама за собой это замечаю то есть когда мне например саша говорит там вот я обожаю как бабушка готовит например салатик и с одной стороны но бабушка вкусно готовит ну и чего и что молодец хорошо а мне какая-то внутри вот этого древность типа ну а я тоже вкусно салатик и готовлю и пожалуйста меня тоже похвали то есть вот вот это вот борьба между женщинами вот и готовкой она всегда именно поэтому отношения с едой это проекция проекция отношений с матерью вот так это я пытаюсь вы дочь накормить она очень худенько мало что есть пытаясь себя дергивать да дарина к сожалению вы ну оставьте свободу выбора за дочерью вот как бы вмешиваться лучше не стоит единственное если она очень худенькая то и если она начинает ограничиваться значит вот значит как раз были проблемы в отношениях у вас вот я говорю я в этом еще вот прям возьми вот знаете вот вот если гуру я где-то под столом поэтому я только-только начинают все изучать только-только и я очень хочу конечно ну я не знаю пока получится не получится все зависит конечно же от денег если получится я очень хочу пройти обучение по телесно-ориентированной терапии то что очень интересно было вот если получится поговорю с константиновым по скайпу может в новосибирск солидаю вот то что это очень интересно вот так что еще что еще что еще интересного было так надо было на самом деле распечатать так интереснее было бы да посмотрите дарина очень интересное видео посмотрите это изучите этот вопрос действительно это вот вот ну отношение дочь дочери и мамы это очень сложное отношение вот но в принципе с мужчинами тоже сложно то есть в отношении с едой и виноваты всегда мамы вот поэтому к сожалению вот так вот я немного выплываю мы ну как мы закончили ремонт да у нас уже закончен у нас полностью уже двери и ламинат и обои и все 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 и кухня у нас уже есть вот единственное у нас нет еще шкафов у нас там один шкаф стоит еще из медведкова вот а так а кровать уже куплены то есть мы уже переехали в другую комнату мы раньше жили в студийной комнате сейчас мы живем уже в комнате которая у нас отдельно в спальне вот стыряшка тоже все хорошо спит тусит маленький котенок вчера ему дала где-то это глистогонку потому что уже полгода прошло и у нас теперь сегодня лежебока у нас с того как ему дашь такую какую-нибудь таблеточку он такой вяленький вот привет привет с америки на самом деле мне так хотелось почему-то вам многое рассказать и все у меня как-то это куда-то пропало не знаю куда вот еще мы разбирали тут на лекции вопросы довольно грустные с детишками в общем с тяжелыми больными тоже вот очень интересно на самом деле с тяжелыми заболеваниями как там психологи с ними работают тоже но действительно очень интересная тема мне тоже очень нравится так здорово поздравляю ремонт от тяжко ну да ремонт это тяжело конечно так вроде уже все ванна из дверки тряшил где тряш мальчик Вот. Что еще? Ну, вот из авторов я говорю по поводу телесно-ориентированной терапии. Кому интересно, Лоуэн. Вот, депрессия тела. Я вот хочу сейчас начать читать. Точнее, вернее, не так. Я хочу, я уже начала читать. Хочу дочитать эту книжку. Вот. Потому что это очень интересно. Так. Если хотите, давайте поговорим просто про питание, не про психологию, в общем. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Потому что мне частенько пишут в директ вопросы, я стараюсь не отвечать, потому что я понимаю, что человек начнет злоупотреблять тем, что ему постоянно отвечают. Вот. Сегодня, например, у меня в директ пришел вопрос такой интересный, я не поняла его толком. Вот. Например, вот вопрос был. Вероник, скажите, пожалуйста, можно ли рисовую муку заменить крахмалом кукурузным? Вот. То есть, в принципе, я против и психолог... ой, господи, и рисовой муки и кукурузного крахмала. Вот. Поэтому и то, и то. Смысла вообще нет заменять. Вот. Можно также просто оставить с... ну, просто оставить муку пшеничную и все. Вот. Про психологию очень интересно. Да я вот что-то как-то, я не знаю, я прям была готова вам рассказать уйму чего, а в итоге, вон, видите, в двух словах получилось все рассказать, и все. Прям даже обидно очень стало мне, не знаю почему. Вот. Ну, что еще, что еще, что еще про психологию? Что я там еще интересного узнала? Ну, помню. Боже, какой же вкусный чай, вы не поверите. Рисовая пшеничная мука. Да, да, да. То же самое. Ну, понятное дело, что рисовая и рафиничная мука равно пшеничная мука. Вот. Потому что, ну, редко бывает нормальная цельнозерновая мука рисовая, но, естественно, цельнозерновая, то куда ни шло. Лучше для приготовления еды использовать овсяную. Некоторым овсяная горчит. Можно использовать нутовую, гречичную, льняную. И с полбой я недавно пробовала, нормальная вроде, вот я для вафелек делала. Вот. Потом кокосовую можно использовать. Кокосовую. Ну, да. Наверное, все. Цельнозерновую пшеничную. Что за чай, если не секрет? Это гречичный чай. Я его очень-очень люблю. Гранулы там такие. Это обжаренная татарская гречка. Очень вкусно. И кто не пробовал, обязательно попробуйте. Про муку у меня есть пост. Конечно же. Просто забивайте хэштег совет от Ники, и там все есть. Вот. Просто смотрите, мы же не едим белый рис. А рисовая мука, она делается как раз из белого риса. Вот. Поэтому чистый крахмал, в принципе, на похудение я не советую есть. Касательно пшеничной муки тоже. Это огромное количество крахмала, мало клетчатки, и, соответственно, получается, что у вас просто повышается гликемический индекс, и все, продукты, и все. Вот. А ценность теряется. Поэтому, чем больше клетчатки в вашем рационе, тем лучше. Ну, естественно, белковых соединений. Вот. Так. Это что касается муки. Ну, то же самое, да, когда мы покупаем, например, макароны. Мы всегда смотрим, чтобы макароны были из цельных сортов пшеницы. Вот. Но всегда обращайте внимание на БЖУ, потому что белки должны быть больше 12 грамм на 100 грамм. Так. Овсяная отлично не горчит, если сама делать экиферонную... Я не знаю. Я прямо это... Ну, вот у меня есть несколько гарниц. Гарниц я, по-моему, покупаю. Ну, да, по-моему, так называется. Овсяная мука. Не горчит она мне. Я не знаю. Может быть, как-то при сочетании продуктов она мне не горчит. Но что бы я ни делала, она мне не горчит. Вот. И еще есть мука овсяная. Добрянка, что-то такое. Тоже очень хорошо. Крахмал вообще вреден или только на похудение нельзя? Крахмал... Ну, в принципе, крахмал... Я не очень хорошо к нему отношусь, потому что это вот эта вот клейковина, которая содержится... Ну, вернее, клейковина, которая начинает образовываться у вас в организме, она не очень приятна для пищеварения. Вот. Поэтому я, конечно, против. Если вы не худеете, то можно чувствовать сильное движение против мяса и молочки. Вы как к этому относитесь? Я отношусь к этому крайне отрицательно. Вот. Это вот как раз одно из ограничений, да, отношений с матерью. Вот. Нет, я отношусь к этому отрицательно, потому что кисломолочные продукты содержат большое количество аминокислот, аминокислот, также мясо обязательно. Мясо, мне кажется, что, в принципе, нет смысла, да, нас переубеждать в том, что мы хищники. Вот. То есть наш желудочно-кишечный тракт приспособлен как для мяса, так и для травы. Вот. То есть, ну да, для растительной пищи. Поэтому зачем себя обманывать, да? Давайте посмотрим на нашу физиологию и поймем, что наш организм приспособлен к тому и к тому, и по физиологии нам нужно мясо. Вот. Поэтому я против отказа. Если там, ну, раз, ну, вот у меня есть клиентки, да, то есть они ко мне иногда обращаются и говорят, «Вероник, хочу сейчас отказаться от мяса, давай вот просто на рыбке посидим». Ну, рыбу, кисломолочку, да и без мяса. Конечно, хорошо, давай. То есть, ну, я не говорю, «Нет, ты что, не надо». Вот. Нет, я совершенно спокойно не переубеждаю. Говорю, хорошо, мы питаемся так, но все-таки советую тебе, как бы, там, через месяц вернуться к обычному питанию. Видео в Ютубе «Телесно-ориентированная терапия. Ты то, что ты ешь». Это просто вкус богов. А еще мы сегодня были тоже на мастер-классе по драмотерапии. И тоже очень интересно, приехал мужчина Мартин Перек, по-моему, из Чехии, и рассказывал нам очень интересную про драмотерапию. Потом был небольшой мастер-класс, тоже было очень интересно. Вот. Например, с кем мы себя ассоциируем. Там, например, была кошка, енот, и про каждого было написано несколько черт характера. Вот. Я выбрала, что я кошка. Вот. То есть мне нравится, когда за мной ухаживают. Вот. Вот так вот. Так. Как вы относитесь к периодическому голоданию? Насчет периодического голодания. Смотрите, если... Ну, как я считаю, да, то есть это чисто мое мнение, подкрепленное некоторыми, конечно, физиологическими факторами. Голодание, оно для чего? Голодание у нас используется как лечебное. Вот. Если это лечебное голодание, то оно должно было назначено быть вашим лечащим врачом. Не просто каким-то целителем стибета. Нет. Ваш лечащий врач, который знает ваш организм. Вот. Именно поэтому я советую так. Если у вас есть обострение гастрита, желудочно-кишечных каких-то рас... Ну, желудочно-кишечных каких-то болезней, я не знаю, там, еще что-то. Если у вас подготовка к операции, и вам необходимо голодание, то, конечно, тут, ну, чему, конечно, против этого нельзя, ну, как бы, быть. А если вы просто решили, что я буду периодически голодать, и мне это принесет пользу, то нет. Наш организм настроен на то, что мы постоянно получать должны пищу. Вот. Поэтому я против подобного изощрения. Тем более, если у вас есть определенные проблемы с пищевым поведением, если вы остро относитесь к любым ограничениям, особенно к голоданию, то ни в коем случае подобные изощрения могут привести к еще большему пищевому расстройству. Вы как насчет отказа от кофе и сахара? Так, я насчет отказа от кофе... Я не считаю нужным отказываться от кофе. Я считаю, что кофе божественный напиток, который, в принципе, даже в каком-то мере необходим человеку. Вот. Там большое количество полезных микроэлементов. Единственное, стоит учитывать, что если мы выпиваем вот такую вот чашку кофе, то вот такую же чашку воды мы должны добавить к своим 2 литрам. Да, я за 2 литра воды в день. Ну, 1,5-2 литра. Вот. Если нет проблем с почками и так далее, если вы обычный человек, если вы занимаетесь спортом, то я советую даже пить больше. Если, например, вы где-то за рубежом, где жарко, тоже надо выпивать больше. Если вы, например, летом в Москве, в жаре, тоже надо выпивать больше. Вот. Касательно сахара. Я за отказ от сахара, особенно на этапе похудения, все из-за того, чтобы не провоцировать скачки сахара в крови, и чтобы все-таки тот калораж, который у нас есть, максимально наполнить пользой. Вот. То есть, вот смотрите, у нас есть вот такая вот корзинка калорий. Например, в день нам нужно потребить 1600 килокалорий. В эти 1600 килокалорий мы должны уместить в норму белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов. И вот здесь, поверьте, не так много места для чистого.